всем привет я рада вас приветствовать на своем канале я начинаю снимать очередную серию будни вышивальщицы вступительное слово этого видео я решила сделать вот на таком красивом фоне букет буквально меньше часа назад я получила вот екатерины катерина большой привет вам мы с екатерины встретились для того чтобы я передавали пакета после расхомячки и такая красота знаете вот тот момент когда утром просыпаешься обычный рабочий день тот раз вот такая внезапная радость мне как будто бы сегодня 8 марта вот я решила этот красивый букет запечатлеть на фоне вышивки они у меня стоят сейчас на каминной полке вот и по поводу планов на эту неделю неделя ожидается сумбурная потому что я нахожусь квартире у меня много еще дел буду вышивать те процессы которые у меня находятся здесь возможно в конце недели у меня будет поездка но опять же название видео вы уже поймете случилось меня поездка или нет поэтому наверное заранее загадать что я буду вышивать я не могу скорее всего буду продолжать вышивать зимнее сербское село отриолис а буду вышивать какие-то небольшие процессы дорожные все вам покажу и показываю вам сразу результат нескольких вышивальных вечеров здесь в квартире основным процессом я сейчас был реолис зимнее село терезу не брала пока не хотелось решила продвигать этот процесс и я вышивала левый нижний угол здесь где дом у меня уже вверх подмотан поэтому вы видите не всю картину вот и я здесь потихонечку потихонечку спускалась к вот левому нижнему углу здесь такие хорошие участки которые нужно было зашивать одним цветом совсем немного было маленьких участков и поэтому я можно сказать разогналась во время процесса так хорошенечко продвинула и на данный момент у меня до финиша осталось примерно семь с половиной тысяч крестиков мне эта цифра очень нравится потому что она меня наводит на мысль что может быть мне сейчас постараться и довести до финиша эту работу пока зима не закончилась поэтому скорее всего я возьму эту работу с собой вот думаю над этим так и помимо того что я вышивала здесь левый угол я заполняла пространство сверху пропущенное так потихоньку потихоньку получается спускаю сверху вниз слева направо и вышиваю это был основной процесс в воскресенье я ездила встречаться с подругой мариной и не марина мне подарила к новому году подарки там было много наборов но и вы это увидите в видео посвященным новогодним подарком она скоро выйдет на канале и когда я вернулась домой знаете я была на таком вдохновении воодушевлением не так хотелось повышевать что-то новенькое вот из того пакета с подарками но крестиковые процессы я не хотела брать потому что средних размеров и там были бисерные были от жар птицы и был вот этот набор радуга бисера от жар птицы я хотела взять но не взяла потому что я буду вышивать с двух сторон а весь запас бисера у меня остался на даче поэтому я не могла здесь сделать подбор сразу на вторую сторону вот я решила открыть вот этот набор повышевать и заодно сейчас вам про него немножко расскажу потому что этот набор для меня нового производителя то есть я видела естественно ассортимент радуги бисера но я еще не вышивала поэтому не было достаточно любопытно вот сейчас поделюсь первыми впечатлениями от этого набора в первую очередь конечно хочу сказать что я его начала из-за тематики потому что она весенние тут зайчик в тюльпанах церковь все это вот наводит меня на мысли о том что данную игрушку было бы уместно использовать как элемент украшения к пасхе весной так можно переворачивать стороны называется талисман весенний в комплекте ну я уже разрезала поэтому меня из двух частей состоит то есть такая основа тканевая плотная на которую нанесен рисунок сразу понятно где каким цвет нужно пришивать бисер мне такая основа знакома она очень похожа на основу из набора от художественных мастерских ну кто помнит несколько лет назад я вышивала икону она была не бисерна она была в смешанной технике то есть там бусины потом пришивание шнура методом в прикреп мне надо понравилось эта ткань работать потому что она плотная в ней очень хорошо закрепляется нитка и при этом сама ткань на ощупь приятная вот и здесь тоже вот я вижу что основа хорошая мне понравится все на и не сильно не тянется но при этом достаточно плотная так удобно с ней работать будет и вторую половинку я уже натянула у меня как раз пяльца норки подходящего диаметра вот я натянула и уже начала вышивать но здесь не сейчас будет мешать я потом когда дойду отсюда что-то там подвину по-другому натянул вот бисер я организовала в тот органозе который у меня здесь был высыпала из пакетиков по пакетикам был рассортирован бисер нитка тоже в набор вложена такая катушка синтетических ниток мне понравилось не путается нормальная тоже нитка вот еще было две картонки которые нужно будет потом использовать для сборки то есть в том что нужно будет вышить потом натянуть а по принципу пинки по и сшить вместе по штака объемная двусторонняя игрушка вот и можно сказать что там треть первой стороны готова у меня не получается вышивать быстро потому что все-таки ткань нужно прокалывать иголкой я понимаю что от того как и где я буду эту иголку выводить у меня будет зависеть наклон как я пришлю бисер если торопиться то можно сделать все криво и некрасиво вот поэтому я медленно потихонечку вышиваю чтобы у меня бисер укладывался ровно и мне удобно на этих пяльцах так потихонечку вышивать мне нравится тот результат который получается перед вами явно игрушечка будет не маленькая я так потихонечку тоже продвигаю неожиданная моей сейчас ротации работа не планировала но я рада тому что я сразу взяла вышивать один из подарков потому что очень не было радостно в этот момент и конечно же настроение с которым я вышиваю но передается данной работе на выходные уехали такой маленький маленький отпуск я взяла понедельник выходной и мы поехали отдохнуть посетим рыбинск но сейчас мы находимся на базе пришли на зимнюю рыбалку я в этом году в этом сезоне первый раз потому что у нас то погоды не было то обстоятельства разные и сегодня прекрасная погода минус 4 нет ветра так хорошо сидим тут вот я конечно же взяла с собой вышивание кто может быть присоединился к моему каналу недавно вы еще не знаете мои давние зрители знают что я на природе на рыбалке вышиваю даже зимой я есть вот такие варежки перчатки соответственно кончики пальцев у меня открыты и вышиваю я вот эту серию медведей меня уже вышит мальчик вот семья слева медведь у меня уже выше ты вот я сейчас потихонечку вышиваю его подружку его жену зимой удобно вышивать потому что толстая иголка покажу если на коленях вот у меня скручен процесс получается у меня сейчас я покажу здесь я закрепила вот иголка такая толстая вот я потом хвостики не так вот на изданки отрезать и вот я сейчас вышиваю шаль у меня уже готова морда здесь воротничок свитер у меня вышит так это выглядит здесь мне нравится резинка на рукаве мешок чеками то все вышивается и не получается имитация вязки вот и сейчас у меня этап когда я делаю шаль и здесь что интересно получается здесь несколькими оттенками ниток я вышиваю сейчас я делаю вот эти цветочки это обычный сатиновый стежок но он благодаря тому что вышивается толстыми шерстяными нитками смотрится так интересно и потом когда я эти все цветочки вышлю я буду оставшееся пространство вышивать белыми нитками давайте еще раз я покажу на привилок это будет выглядеть сейчас эти цветочки вышиваю потом надо будет заполнить белым надо бы бахрому делать но это все потом уже давно набор с собой нашу поэтому превью немножечко и стаскалась плюс у меня кошка постаралась маленькая дома ну так сижу в песне этих теплых перчатках вышиваю сегодня тихо спокойно чистый воздух природа вокруг хорошо хочу поделиться с вами фото и видео которые я сделала на базе потому что база на которой мы приехали на выходные она очень интересная у них отдельное здание с рестораном и видимо хозяева базы увлекаются разными старинными вещами коллекционируют их и у них очень интересно оформлен зал то есть помимо того что там есть элементы декора современные в том числе у них стояли там старинные комоды размещены разные старинные предметы и в том числе есть еще небольшая комнатка где вообще видно что старые вещи собраны в домах может быть там кто-то есть это в деревне ищут тоже в заброшенных домах вещи просто они там свалены и мы так и не поняли для чего то есть то ли они просто коллекционируют или они потом куда-то перепродают но мне показалось интересно добавить эти кадры в видео чтобы тоже посмотрели а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День второй. С самого утра мы опять на природе. Прекрасная погода, легкий мороз, но не настолько, чтобы замерзнуть. Опять мы на рыбалке, а я на вышивалке. Вот я хочу показать вам продвижение. Доделала вот эти цветочки на шале и начала заполнять белым. Вот так интересно получается. Если вам слышен какой-то шум на заднем фоне, то это гуси орут с ближайшей фермы. И если возвращаться к вышивке, то про этот процесс можно только одно сказать и говорить про это постоянно. Что очень весело и интересно вышивать, потому что вот такие пухлые ниточки. Просто стежочек со стежком укладывать аккуратно и получается интересно. Имитация шали. Вот я вам поближе покажу. Вот так вот интересно это вышивать. Я весело заполняю пространство. Вот здесь то, что немножко пропущено, это так и должно быть, потому что там я потом буду делать бахрому. Но это уже будет последний этап. Пока я заполняю белым вот это все пространство шали. А вокруг домики, деревья. Немножечко даже голубое небо, но солнца нет. Тихо, чистый воздух. И еще одно любопытное включение, которое я для вас подготовила с этой базы, оно в том, что на базе еще есть небольшая ферма. Они ее называют и агрозоопарк, и ферма. И как мы узнали, хозяева базы в том числе занимаются разведением некоторых пород, коз, овец. И у них даже есть одна лама. И вот они по всему миру собирали разные-разные породы. Они рассказывали там, какую породу из какой страны привезли. И также поделились информацией, что у них приобретали животных в разные зоопарки, в том числе и в зоопарк Москвы. Вот сейчас зимой они находятся в специальном, я бы не назвала это сарае, потому что это такое большое-большое помещение. Конечно, нам сказали, что зимой вот они сейчас к этому времени уже обросшие, смотрятся, может быть, немного неопрятно. Вот из-за того, что у них уже много шерсти, к весне их постригут. И весной, летом и осенью они живут на свободном выгуле на территории базы. И кто из гостей приезжает именно летом и осенью, они могут наблюдать картину, что к ним в окно могут заглядывать вот эти вот замечательные животные. И дети бегают, играют. И вообще такая интересная у них атмосфера на базе. Я еще раз обращу ваше внимание на экран, а я сейчас добавляю фотографии. Я запомнила, что именно вот эта порода называется валийская черномордая овца. И еще было любопытно смотреть на четырех рогих козлов. То есть у них действительно четыре рога такая вот порода. Субтитры создавал DimaTorzok И когда была возможность отдохнуть в номере, я вышила в дорожный процесс. У меня с собой этот набор от жар-птицы. И я вышила в первую сторону фонарика. Уже все, все крестики вышат, и бэк вышат. Игрушечка получается немаленькая. Вот крестиков здесь много. Вот и надо будет теперь приступать ко второй стороне. Вот у меня сейчас готово вот это. И также буду где-то в дороге с собой брать, вышивать вторую сторону. Мы вернулись домой, и мы не поехали в Рыбинск. Буквально пару слов расскажу, почему. Вообще вся поездка задумывалась для того, чтобы мы посетили в Рыбинске один магазин. У меня сейчас родители делают ремонт, и им нужно было докупить плитку. Она снята с производства. И мы нашли в наличии эту плитку в Ярославской области, но они не доставляют в Москву. А нам, в принципе, здесь несложно проехать три часа на машине, чтобы забрать. И вот мы должны были как раз приехать в Рыбинск, в магазин, куда должны были для нас эту плитку доставить. Но так вышло, что они не смогли ее доставить. Срок сдвинулся. И поэтому вот после базы, которую я вам показывала, мы подумали, зачем нам ехать в Рыбинск, мы съездим туда в следующий раз, иначе придется ехать два раза. И поэтому мы вернулись раньше времени, чем планировали. И получилось, что у меня образовался дополнительный выходной день. И я решила позаниматься другими делами, в том числе и повышевать. И процесс, который я попродвигала, помимо каких-то маленьких работ, которые я вам покажу, это вот этот зимний день Овен. Продолжаю его вышивать, продолжаю наслаждаться самим процессом. Я сейчас превью уберу, чтобы вам было видно. У меня здесь есть вот эти вот некоторые заломы. Я извиняюсь, если кого-то они бесят. Но здесь сплошная зашивка будет, и потом этих заломов не будет видно. И я еще добавила в елках крестики. И перешла на второй лист справа, вышивая фон. Почему я так сделала? Потому что сейчас мне нужно будет вот здесь в середине зашивать фон. И удобнее, на самом деле, не рассчитывать вот правый край этой части, а повышивать, например, здесь другим цветом. И потом просто заполнять внутри. Вот я так хочу. И я продолжаю чередовать фон с елками. И процесс летит. Я не знаю, с чем сравнить. У меня давно не было такого легкого процесса. Я настолько от него этого не ожидала. И что я каждый раз удивляюсь и радуюсь тому, как хорошо он продвигается. Ну, еще, чтобы рассказать что-то интересное, давайте уделю время вот этому магнитику. Здесь фотография колокольни, которая стоит посреди реки. И это символ города Калязин. Почему я сюда разместила этот магнит? Потому что у меня, знаете, вот этот момент, что вижу, то и вышиваю. И данный набор, это то, что я вижу вокруг. Вокруг сейчас зима. Вот эти елки. У нас много снега этой зимой. Зачастую лес выглядит именно так, как на превью. И я размышляю, какой магнит разместить на этой работе. Подумала, что как раз вот магнит с колокольней будет очень уместен. Опять же, на ассоциации, что поскольку я вышиваю то, что я сейчас вижу вокруг, то и колокольня, она про то место, рядом с которым находится наша дача. Лес магнит мне дарила Саша. Заказывала он от магнит. Поэтому это хороший такой рабочий магнит. И опять же, он в цвет. Ну, а про колокольню я уже рассказывала. Почему она затопленная? Я, наверное, под видео, в комментариях, добавлю номер видео, где я это показывала. Это было прошлой зимой, по-моему, прошлой. Нет, даже позапрошлой зимой, когда мы ходили по льду к этой колокольне. Я вам показывала инсталляцию, которая на берегу, которая демонстрирует город, как он выглядел раньше. И видно, какую часть города затопили. Почему колокольня-то оказалась в воде? Да, потому что часть города была затоплена. Это всё было в рамках большого проекта. И как раз вот там я про это рассказывала. Я вам добавлю номер видео. Если вам будет интересно, вы сможете пройти и посмотреть. Сегодня понедельник. И, как я вчера рассказывала, так как мы не поехали в Рыбинск, а я на сегодня брала выходной, потому что мы должны были вернуться сегодня. Вот поэтому у меня образовался выходной день, на который не было никаких планов. И я, конечно же, решила воспользоваться этой возможностью, чтобы покататься на лыжах. У нас погода такая, минус 4, и снег стал очень рыхлым. Я попробовала пойти по той лыжне, которую я делала, но я сильно проваливаюсь. Вот, поэтому я пошла с другой стороны поля. А я видела накануне здесь проехавшие снегоходы. И вот видите следы снегохода. Ну, там их разные, там были снегоходы, квадрики. Целая толпа была. Вот, и я подумала, что я пойду найду сейчас их след. И по их следу я смогу покататься, потому что всё-таки тяжёлая техника. Они утрамбовали снег. И я смогу хотя бы здесь покататься. Потому что ещё один вариант – это по дороге. Но у нас дорога в лесу, и там ездят машины, плюс укатаны сильно. Не хотелось мне там кататься. Я всё-таки решила вот этот вариант попробовать. И он оказался очень хорошим, потому что вот такая вот дорога тут. Я сначала проехала по полю, там не снимала, потому что ветер. Вот здесь заехала. Такой маленький сосновничек. И решила вот на фоне этих сугробов вам поснимать. Вот, кстати, здесь вот, смотрите, уже следы зайцев видны. Видите? А вот это старые следы. А там я шла, видела посвежее. Тут много зайцев скачет. Ну, я не знаю, вот эта толпа на снегоходах. Это просто были гуляющие или охотники приезжали. Посмотрим, я сейчас туда дальше поеду. Классно, конечно. Потому что есть сейчас такая возможность покататься. Все-таки зима за городом, она отличается от зимы в городе, потому что, ну вот я буквально, да, неделю была в Москве. Сейчас мы ездили на несколько дней на базу. Конечно, в городе по-другому. В городе солью посыпают, там больше из-за этого грязи, больше тает. Ходить неудобно, потому что тротуары не чистят. А здесь приезжаешь, тут соли нету, тут все утоптано, укатано. И просто такая белая красивая зима. И при той же температуре совсем другие ощущения от зимы. Поэтому здорово, что когда есть возможность посмотреть, как это все за городом. Поэтому стараюсь радоваться каждому дню, который сейчас есть возможность провести вот так. Ну и заодно поснимать. Кого-то из вас вдохновить еще на зиму. У кого не так много снега, у кого, может быть, снега вообще за окном не бывает, а может быть, даже и вышивать зимние сюжеты хочется. Вот, вот вам снег. Как могу, так отправляю. Субтитры создавал DimaTorzok И что я вам сейчас показываю? Я не держу никогда интриги, ничего не закрываю, не говорю, ой, что я вам через пять минут покажу. Вот я сразу показываю, вы смотрите, и я комментирую. И в моем голосе сейчас широчайшая улыбка. Я думаю, некоторые из вас тоже вместе со мной радуются. Да-да-да, это те самые королики от Золотой Руно. И я их забрала у мамы. Ну, вернее, не то, что я их забрала, а мама в них отдала. Давайте коротко напомню для новых зрителей, в чем радость. Это набор, вот так выглядит превью, как подготовая работа. Значит, этот набор был подарен нам с мамой по результатам участия в первом флаге на формуле рукоделия. Мы приняли решение, что мы с мамой будем вместе вышивать этот сюжет. Я начала вышивать фон, он сейчас подмотан, но видны еще вот здесь вот яблоки, корзина. И потом я отдала маме, чтобы она повышивала. И вот она вышивала вот эту вот крольчиху, крольчонка, внизу фон, и немножечко вот зашла в морковку с салатом. Все, на этом та часть, которую она хотела вышить, она вышила. Это очень логично, потому что вот она вышила двух персонажей, и здесь остался еще вот этот вот большой кролик и фон. И я говорю, оставь мне хотя бы одного кролика, я тоже хочу его повышивать, вот поэтому мы решили, что я вот этого основного кролика буду вышивать. И оставшийся фон. Вот. И я вам показывала, наверное, в одной из предыдущих серий «Будни» продвижение, то есть я тогда к маме пришла в гости, сфотографировала, показала, и вот когда очередной раз я планировала приезд в Москву, мама говорит, все, я здесь уже, в принципе, дошила все, что могла дошить, логично, и готова отдать. Я отдала все. Я привезла этих кроликов на дачу. Я так сильно радуюсь, потому что они невероятно красивые. Они такие получились живые, такие вот мягкие, шерстяные. Мне эту крольчиху хочется вот так постоянно гладить. Помните, как я волчицу от Кастом Крату все время гладила, да, и вот я крольчиху тоже глажу. Мне нравится. Вот она такая вот, видите, она по сравнению с рукой, она такая прям объемная, хорошая, да, вот она такая прям, вот ее хочется трогать. И действительно, вот вживую этот отшив смотрится намного интереснее, чем на превью. И я очень рада этому факту, потому что понятно, что всегда есть какой-то элемент неожиданного сюрприза, да, как будет работа смотреться в живом отшиве. А смотрится она классно. Я помню, мне мама долгое время не показывала, что получается, и потом уже, когда показала, вот я сразу вот это вау. Потому что здесь была полость и готова крольчиха, и она вот делала маленького. И сейчас все, работа в моих руках. Я буду ее вести к финишу, но справедливости ради надо сказать, что я не быстро буду ее вести к финишу, потому что планы вы еще не видели. У меня есть планы этот год, я обязательно вам их покажу, расскажу. Я сейчас двигаюсь по этим планам, но у меня получается сейчас в ближайших планах по финишам, это, естественно, зимнее сербское село, потом там сэмплер от Мойры, потом я ухожу на весенние процессы, и кролики будут не основным процессом. Они будут таким фоном, но я их буду вышивать. Вот мне сейчас нужно будет продумать, как я их впишу в свою ротацию, потому что я не знала, когда мама мне их отдаст, я не могла об этом подумать раньше. Вот я сейчас буду думать, как я поставлю, сколько я буду крестиков вышивать каждый месяц, но здесь немало крестиков. Я посчитала, я понятно, что не могу достаточно точно здесь все посчитать, потому что мама вышивает, не подсчитывая крестики, поэтому, ну, здесь я так примерно могу прикинуть, сколько вышито и сколько осталось. Работа-то немаленькая, она, по-моему, больше 50 тысяч крестиков. И по моим примерным прикидкам, здесь точно еще 1025, то есть половина работы. И даже если очень сильно стараться, допустим, шивать по 5 тысяч каждый месяц, ну, это 5 месяцев, это до лета, но это тогда означает, что процесс должен быть основным. А он у меня сейчас не основной, то есть он будет такой второй, второй основной процесс. Поэтому кроликов буду продвигать потихоньку, но буду. Мне очень хочется вести эту работу к финишу. Я очень рада, что вот я могу ее трогать, я могу ее рассматривать, я могу ее вышивать. Она наконец-то вернулась ко мне. Вот. И сколько эта работа стояла, не вышивалась, она у меня постояла, потом и мама постояла, и вот такая статегрица. И это прекрасно. Тут очень хорошие нитки. Приятная схема. Ну, давайте, чтобы было о чем рассказывать в следующие включения с этой работой, я тогда вам буду показывать. Я вам в прошлом вышивальном включении показывала кроликов, которых я привезла от мамы, но это не единственная работа, которая в этот раз приехала со мной. И я из квартиры забрала Риоли, сербское село, потому что у меня сейчас так выстраивается мое желание вышивать, что я беру работу, которая ближе всего к финишу, и ее завершаю. Получается, вот я Холи на девяти завершила, потом у меня, по идее, по планам была Мойра Блэкберн сэмплер. Но когда я достаточно продуктивно повышивала вот в квартире на неделе, я поняла, что у меня вот это зимнее сербское село стало ближе всех к финишу. У меня оставалось там что-то порядка семи тысяч крестиков. Я понимаю, что эту работу стало реально завершить до конца зимы. То есть зимняя работа, сезон, долгостройный долгострой, который год у меня тянется. Я думаю, как много факторов сходятся в одном моменте. Надо воспользоваться этой возможностью и вот это вдохновение и желание завершать, сделать это. И я забрала Риолис сюда. И сейчас прошло несколько вышивальных вечеров. И эта работа у меня сейчас основная. Что это значит? То есть я каждый вечер, когда сажусь вышивать, вот как было с Холи на девяти, да, вот теперь с этой работой так же, я ставлю себе такое пожелание вышить 500 крестиков. Если у меня еще остается вышивальное время, я беру что-то другое. Если не остается, ну, ничего страшного, значит все. И вот так завершать, завершать, завершать. И показываю вам продвижение. Я в основном иду от левого угла вправо. И здесь у меня начали появляться, я сейчас чуть-чуть вот так вот приглушу. У меня начали проявляться детали, которых я не замечала до этого. Ну, я каждый раз не разглядываю превью. Я превью, в основном, беру, когда собираюсь для вас записать видео. И тогда уже показываю, как будет работа выглядеть. А так я не разглядываю. И вот поэтому, когда я здесь вышивала слева, я неожиданно для себя вышила собачку. У меня, кстати, вот такая же собачка, помните, была в процессе, а снег идет в палитры. Тоже там вот так две собаки скакали. Я такая вышиваю, смотрю, ой, здесь такой же пес. Вот. И вот здесь я заметила, что крыльцо я вышиваю, забор. Ну, так потихонечку заполняю. У меня на данный момент уже осталось пять тысяч крестиков. То есть все, я понимаю, что в феврале эту работу завершить реально. И очень этому радуюсь. Ну, всегда приятно, когда долго что-то вышиваешь, особенно если оно вышивается с перерывами, откладываешь, и потом так взять на вдохновение раз и завершить. И хочется еще поделиться впечатлениями от процесса. Все-таки бывают такие моменты, когда, ну, очень приятно вышивать нитками реоли. Я сейчас чуть-чуть пошуршу. Вот у меня эти планшетки с нитками. И вот эти вот толстые, теплые, мягкие нитки, практически как вязальные. Так ими хорошо сейчас вышивать. А здесь же в три нити еще вышивается. То есть получается вот вообще пухло-пухло. Я попробую сейчас повернуть работу. Аккуратно. Просто рама большая. Ну вот, да? Видно, как над основой эти крестики поднимаются. Вот так вот сделаю. Но они вот пухлые. Они такие теплые, шерстяные, пухлые. Сейчас, наверное, в таком макрокадре вы можете ужаснуться основе, но она здесь специально такая. Я когда разговаривала с представителями Риолис, мы обсуждали вот этот момент, что по идее в тех наборах, где нужно вышивать шерстью, основа не может быть другой, потому что если она будет плотная и твердая, то такая аида будет перетирать нитки. Поэтому для того, чтобы было удобно вышивать, в таких наборах вот должна быть вот такая дырявая, мягкая основа, которую вот можно натянуть, как я сделала на раму с дополнительной боковой натяжкой. И вот тогда все хорошо, нитки не перетираются и все хорошо. У меня был опыт в прошлом, когда я вышивала Риолис на аиде, которая была не из набора. Это был не мой выбор. Мне тогда на дошив дали работу. Я там сталкивалась с тем, что действительно на другую аиде вышивать не так комфортно. Вот поэтому я не заменяю основу в наборах Риолис. Вот. И эти пухлые крестики. Очень-очень здорово сейчас зимой их вышивать. Ну и процесс движется быстро, потому что у меня сейчас в нижней части такие участки, где много зашивается одним цветом, удается за вечер действительно и 500, и больше крестиков вышить. Вот. Поэтому пока эта работа становится основной, я буду ее много показывать, но не каждый вечер, а вот так, собирая результат нескольких вечеров, просто вот в очередной раз, да, вам нужно будет немножечко подождать, пока я завершу эту работу, что я буду ее много показывать, но зато финиширую и покажу вам готовый результат. Ну и помимо прочего, вот я, видите, чередую ее с овен зимний день, еще с маленькими работами бисерными, то есть все равно какое-то разнообразие у меня сохраняется, потому что не могу вышивать эту работу, мне все равно хочется переключаться. и уже я начинаю ловить ощущение, что хочется яркого, да, хочется цветов, это опять же ожидаемо, чем ближе весна, тем больше этого хочется. Поэтому я сейчас еще так тороплюсь завершить вот эту работу, потому что понимаю, что все, вот еще чуть-чуть и захочется на другие процессы, на цветы, и было бы здорово переключиться вот в моменте, когда зимний сюжет будет доделан. В квартире-то я начала новую работу с зайчиками, бисерную я вам показывала, но дома меня ждала другая начатая работа, это вот эти зайчики от Розвод, и, конечно, было правильно в первую очередь дошить их. Я плотно занялась этим вопросом и показываю вам готовую работу. Давайте напомню, что речь идет о наборе от компании Розвод, называется «Пушистая романтика». Превью выглядит вот таким образом и готовая работа перед вами. Когда я покупала этот набор, это было на формуле на стенде компании Розвод, я видела готовый отшив, поэтому я знала, что у меня получится по итогу, что мне это все понравится. И, естественно, к готовым результатам я довольна. Вот здесь красивые оттенки бисера, они так взаимодействуют друг с другом, интересно. Покажу поближе. Приятно было, интересно вышивать. Быстро двигался процесс. Вот видите, как хорошо бисер на этой заготовке лежит. Ровненько. Красиво. Такие оттенки бисера интересные. Вот розовый с белым. Вот эти все серенькие. Мне что нравится, этот сюжет достаточно универсален. То есть можно его эту композицию, его сюжет. Ну, давайте их, скажу, зайчики. Можно этих зайчиков разместить под елкой, и они вполне себе выглядят по-зимнему. Они здесь на превью тоже сфотканы в сугробе под елкой. А можно сделать их частью украшения к весне, к пасхе. И тоже они будут смотреться уместно, потому что здесь есть тоже нежные оттенки бисера цветовые. То есть поставить в общей композиции они будут смотреться замечательно. Я думаю, что я как раз вот сейчас их для весны и использую для украшения. По бисеру. Перед вами в органайзере остатки. То есть всего бисера было вложено с запасом. я часть бисеринок выкидывала, которые были бракованные. То есть это еще и то, что осталось сверх. Всех-всех-всех оттенков достаточно. Вот. Их я вышивала с одной стороны. Сзади я приклеила фетр. Вот. Все. Такой маленький финиш. Ничего не могу с собой поделать. хочется вышивать бисером. Поэтому я эти работы буквально одна за одной сейчас и вышиваю. И к вопросу ярких цветов. У меня еще одна бисерная работа. После того, как я завершила зайчиков от розовут, мне захотелось еще продолжить вышивать бисером. И захотелось вышивать что-то очень-очень яркое. Прямо настолько яркое. Красный цвет это настолько яркое, насколько мне хочется. И тут же мне вспомнился набор от Сами Сусами клубника. Я поняла, что хочу вышивать именно ее. Разобрала бисер, органайзер и вышиваю. Процесс маленький, поэтому решила сделать небольшое промежуточное включение, чтобы не сразу готовую работу показать. Вот я вышиваю немножечко пока нитка приглажу. Вот вышиваю с двух сторон, вышиваю мононитью. Вот у меня в запасах оказался нужный бисер. Так вот, да, ближе. Покажу. Сейчас вот ниточки я постараюсь пригладить, они мне потом все будут спрятаны. Получается так интересно блестят бисеринки, да, красиво. Но я уже понимаю, что я эту работу сейчас в январе не завершу, я завершу в первых часов февраля, вот и мне уже нужно завершать данную серию будней и как раз вот этим ярким акцентом я это и сделаю. Все. Как обычно под завершение видео я пожелаю вам хорошего настроения, мирного неба над головой, удачи, успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока.